Воскресение Иисуса Христа Многие люди говорят о Нем и поют гимны, и проводят пасхальные мероприятия. Но влияние Воскресения Иисуса Христа каждому из нас, сила Воскресения, это удивительное. Сегодня утром мы говорим о Симоне Петре, который после Воскресения Иисуса Христа, после Дня Святой Троицы, Симон Петр, Симон Петр, он проходил в Храм Божий и увидел Храмова. И Храмой просил милостыню у дверей храма, и поэтому многие люди давали ему милостыню. И как в другие дни, Симон Петр, он поднимался в Храм, он шел в Храм и видит, что этот нищий просит милостыню у него. Однако Симон Петр уже не был таким, как прежде. Раньше Симон Петр, когда входил в Храм, он часто, может быть, заходил через эти ворота и даже, может быть, бросал монеты этому храмому. Однако в этот раз Симон Петр, он был уже совсем другим. Почему? Потому что Иисус Христос, который воскрес, теперь действовал в сердце Петра. Знаете, воскресение Иисуса Христа. Есть люди, которые спорят, Иисус воскрес или не воскрес? Да, конечно, к любому тезису, к любому выражению могут быть споры. Это, может быть, не серьезная проблема. Однако, когда мы размышляем о воскресении Иисуса Христа, Иисус Христос, когда жил на земле, Он жил в иудейской земле. Он был в Галилее, был в Самаре, пошел в Иудею снова и ходил по иудейской земле и совершал многие чудеса. После того, как Иисус Христос был распят на кресте и воскрес, Иисус, который воскрес, теперь Он каждому из нас, по всему космосу, во всех уголках мира, Господь Бог теперь действует. И это удивительно. Что написано к евреям в 10 главе, 16 стихе? «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, «Вложу законы мои в сердца их, и мыслях их напишу их». Может, я заволновался, что не сразу получается сказать это слово? «Вложу законы мои в сердца их, и мыслях их напишу их». Что это за слово? Это значит, что... Скажите, как Иисус жил на земле? Что Иисус делал на земле? Как Иисус Христос возлюбил нас? И этот Иисус, Он воскрес, и теперь вошел в наши сердца, и находится в моих мыслях. До сих пор я порой следовал за сатаной, сатана меня обощал, и я был обманут, я был лукавым, скверным, злым. В похотливых мыслях я находился, и они вели меня. Но наш удивительный Иисус, живой Иисус, Он вошел в сердце отца моего. На протяжении четырех дней отец после того, как уверовал в Бога, был вместе с нами, потом пошел по зову Господа Богу, Царство Небесное. Мой отец... Знаете, как говорил в детстве мне? Знаете, вот на голове есть, так скажем, две или одна, так скажем, вот точка, где волос нет, да, и у меня их было два. И отец говорит, вот мой уксу, когда вырастет, он делает маме и мне очень хороший подарок. Так всегда говорил отец. Знаете, я сейчас могу сказать, да, отец, через Иисуса Христа. Мой отец, он прожил 70 лет. Его жизнь была непростой. Во время войны в Тихом океане он потерял двух любимых братьев. Даже не смогли получить тело. Во время гражданской войны он потерял еще одного младшего брата. Самый младший брат моего отца. Я помню, что когда я был маленьким, он готовил мне картошку, и мы ели вместе. Но во время гражданской войны он погиб. Мы же после этого нам просто сообщили, что наш дядя погиб, но как, никто не знал. Однажды у нас было мероприятие и мы посетили музей войны, и там был компьютер, база данных. И я сам не заметил, как стал перед компьютером и начал вести имя дяди. Дядю звали Пак Те Хо. И я вижу, что есть люди с этими именами. Несколько человек было. Из них был один из рода деревни Сонзан провинции Геонгбук. Знаете, я начал смотреть информацию о нем. И потом мы посетили кладбище солдат, погибших во время гражданской войны. И после гражданской войны мы не могли найти нашего дядя, но спустя много лет мы смогли найти местоположение моего дяди, где он был захоронен. Знаете, мой отец, он потерял двух младших братьев во время войны в Тихом океане и одного младшего брата во время гражданской войны. И отец всегда в душе имел тьму. В 51-м году, когда умерла моя мама, отец, он так печалился. И отец так любил свою жену, что, знаете, тогда отцу было всего лишь 47, поэтому многие друзья предлагали жениться снова, но отец отказывался. Почему? Он однажды позвал всех нас и сказал, знаете, я имел много благословения, поэтому я мог жить с очень хорошей женой. но в мире не так много хороших женщин. Знаете, ваша мама, если такая же, как ваша мама, будет еще в моей жизни, я, конечно же, женюсь. Однако непросто встретить таких ценных женщин. Мне кажется, второй раз встретить такую женщину мне будет слишком тяжело, поэтому давайте будем просто жить вместе. И отец всегда жил вместе с нами. до 70 лет он 23 года жил один. Но за несколько дней до смерти Иисус Христос, который воскрес, он пришел в сердце моего отца. На протяжении четырех дней отец он говорил те слова, которые никогда в жизни не говорил. отец находился в радости и в покое. Знаете, отец был родом из деревни Сонсан, и поэтому мы поехали на родину, потому что я думал, что ему будет приятно. И мы поехали к нему. Отец проснулся и говорит, да, отец Несока, вчера мы ехали на машине скорой помощи, по-моему. И я так спокойно ехал в машине. Из города Тегу мы ехали в Сонсан. Раньше он очень сильно мучился во время дороги, но вчера он говорит, я так благодарен Иисусу, что он мог помочь мне, чтобы я благополучно приехал. Давайте споем ему гимны. Знаете, эти слова я не мог представить, что могут выйти из уст моего Отца. Теперь Иисус Христос, Который воскрес, теперь пребывает в сердце моего Отца. Он движет устами Отца. Теперь Он ведет сердце моего Отца и Он дарует покой. Такой Иисус Христос есть вместе с нами. Знаете, после завтрака отец сказал, вот, позовите, пожалуйста, вот такого-то моего друга. Еще этого позовите. Я говорил, хорошо, отец. Я сразу бежал к его друзьям и говорил, здравствуйте. Он меня спрашивает, ой, как дела? Я сказал, знаете, мой отец немножко себя плохо чувствует и он хочет с вами встретиться. И друзья его говорили, да, конечно, я слышал, что твоему отцу нехорошо. Знаете, он приглашал к себе своих друзей и мой отец говорил, знаете, друзья, я ухожу раньше, чем вы, но я поверил в Иисуса, в которого верит мой сын и я иду в Царство Небесное. Когда я буду в Царстве Небесное, я приготовлю хорошее место для нас. Мы ведь выросли в одной деревне, в одной улице, мы жили, вместе учились, вместе росли, ведь мы были так счастливы друг с другом. мне мне было очень весело, когда я был вместе с вами, мне было интересно, мне было хорошо с вами, поэтому давайте в Царство Небесное, будем жить вместе, давайте будем быть вместе. Пожалуйста, поверьте в Иисуса, которого верит мой сын. Знаете, я видел, как вокруг меня многие люди меняются, получают прощение грехов, поверили в Иисуса Христа, и когда сердце Иисуса Христа входит в сердца людей, Бог сказал, вложу законы мои в сердцах их, и мысли их, напишу их. Дьявол дает нам похотливые мысли, тогда вас ведут похотливые мысли. Если дьявол дает вам ненависть, тогда ненависть ведет наше сердце. Дьявол вести вклад в наших сердцах безграничных желаний тогда с желаниями мы бежим. Однако Иисус Христос, который достоин всей славы, Он был распят на кресте и воскрес. И Иисус Христос, который воскрес, теперь живет во мне, живет в Отце, а также в сердце пастора Ли Гом Мока, в сердце пастора Ли Мин Чолля и пастора Ким Ди Йон, и в сердце пастора Пагон Чжу, у всех наших служителей Иисус Христос находится, и мы можем чувствовать Его. в них мы можем видеть, как действует Иисус, и то, что пастор Ли Мин Чжу не может делать, то, что пастор Ли Мин Чжу не может делать, только то, что Иисус может делать, это прекрасная вещь. мы же челюсть наших служителей видим, как Иисус действует. Знаете, порой бывает, что мы впадаем в плоть, бывает, что дьявол нас искушает, бывает, что мы ропщим на Господа Бога, но мы встретили Иисуса. То, что мы через Иисуса можем жить, этот удивительный мир мы получили, и мы не можем сотрить эту истину. Петр, он увидел Хромова, который находился при дверях храма. Этот храмой каждый день просил милостыню, и, может быть, Петр до того дня бросал монету этому храмову. Однако, тот Иисус, который был рядом с Петром, он умер на кресте и воскрес. Иисус, который воскрес, он, как написано, вложил законы в сердцах их, мысли о них написал их. как Иисус Христос жил на земле. Тот закон, тот способ, тот путь, по которому жил Иисус на земле, он дал нам. Дал Павлу, и он вложил в сердце моего отца и вложил мне. Поэтому Иисуса Христа, которого мы не можем нигде почувствовать, жизнь Иисуса Христа, сердце Иисуса Христа, мы можем видеть и чувствовать. и за это я благодарен Богу. Знаете, Петр что говорит? да, хромой просил милостыню. Да, и собрались у Соломоновых. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что 9 и 7 или что смотрите на нас, как будто мы сделали то, что он ходит. Бог Авраама Исаака Иякова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу. А начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило всего, которого вы видите и сдаете, и вера которого от него даровала ему исцеление си пред всеми вами. Иисус Христос, именно Иисус, Он пребывает во мне. Иисус Христос поднял этого человека. Иисус Христос поменял моего отца. Иисус Христос поменял пастора Пагенчжу. И этот Иисус Христос, этого некрасивого, ничего хорошего, у которого нет, у он изменил и поставил своей слугою. Знаете, я очень часто чувствую, что это не я, что я не был таким человеком. Знаете, вчера один молодой человек пришел ко мне и общался со мною. И уже вечером нужно было мне передавать слово, поэтому мы с ним попрощались. Знаете, ради этого молодого человека я искренне сказал ему, но он не понимал то, что я хочу ему сказать. Однако я все равно говорил ему в моем сердце. Знаете, я не могу так делать. Это сердце Иисуса Христа. Знаете, он не понимал то, что я хотел ему сказать. Вот, мы договорились, что снова встретимся. Дорогие братья и сестры, сердце Иисуса Христа, именно Его Дух, Закон Иисуса Христа, оно вошло в наше сердце и живет. что я мог делать? Я ничего не могу делать. Однако Иисус Христос воскрес и Он пребывает в моем сердце и через это то свидетельство Петра именем Иисуса Христа Назарея Он стал совершенным и сейчас может ходить и бегать. Да, конечно, может быть, я протянул руку и я сказал Ему, однако, кто делал через меня? Иисус Христос, который в моем сердце. У меня этого сердца не было. Да, на самом деле Петр после того, как Иисус воскрес, у него не было желания жить ради Иисуса Христа. Почему? Потому что Иисус сказал Петру, что ты трижды отречешься от Меня. Ты отречешься от Меня. Он говорил, нет, я не отрекусь. Но в тот день схватили Иисуса все другие люди убежали. Однако Петр же, он, видя, как видят Иисуса, он не мог просто так взять и убежать. Он вошел в дом первосвященника и сначала вошел Юан. Юан он был хорошо знаком с первосвященником. За Юаном шел Петр и Юан сказал служанке, которая находилась у ворот, да, пускай этот человек со мной тоже идет. И они вдвоем вошли в дом первосвященника. Когда они заходили, служанка сказала, ты разве не ученик Иисуса? Петр сказал, нет, 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 я не знаю Иисуса. Там был костер и люди увидели лицо Петра и сказали, ты же ученик Иисуса. Но он говорит, нет, нет, нет. Потом он даже начал проклинать Иисуса и отрекся от Иисуса. Тогда запел петух. Иисус сказал, что прежде чем проповет петух, ты трижды отречешься от меня. Он вышел и начал горько-горько плакать. Однако Иисус несколько раз встречался с Петром после того, как он воскрес, когда ученики были вместе. Однако в сердце Петра он помнил о том, что он отрекся от Иисуса Христа, поэтому он не чувствовал себя свободным перед Иисусом. Он не чувствовал свободу. И при первой же возможности он хотел сказать, да, Иисус, я отрекся от Тебя, пожалуйста, прости меня. Он хотел сказать эти слова Иисусу. Однако Иисус, он появлялся и исчезал, появлялся и исчезал. И он думал, мне нужно об этом ведь сказать. Мне ведь нужно признаться в том, что я виноват. Ведь я отрекся от Иисуса. Но как я смогу об этом признаться? Он не имел возможности. И потом Петр начинает размышлять. «Каждый должен жить как ему полагается. Как я могу сказать, что я ученик Иисуса? Нет, я не ученик Иисуса. Я не достоин быть учеником Иисуса. Я не ученик Иисуса. Я ведь трижды отрекся от Него. Как я могу смеять говорить, что я ученик Иисуса? Нет, я не ученик Иисуса. Он до сих пор, хотя он следовал за Иисусом Христом и совершил драгоценное дело, но он хотел это сотрить. Да, когда он думал, что я трехся от Иисуса Христа, он мучился и страдал. Как я, который был выборовом, может назвать себя учеником Иисуса? Нет, я чем вообще занимался? Я трижды отрёс от Иисуса всё. Это не мой путь. Я всего лишь рыболов. Симон Пётр оставил всё, что он имел, находясь с Иисусом, и пошёл ловить рыбу. В тот день они не смогли поймать ни рыбу, и Иисус пришёл к ним. Простите сеть по правую сторону, и они бросили сеть по правой стороны, поймали много рыбы. Потом они вышли к берегу, Иисус сделал костёр и приготовил хлеб и рыбу. Пётр и Иисус вместе позавтракали. Затем после того, как они перекусили, Иисус сказал, Симон Янин. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Знаете, Симон Пётр уже не знал, что должен говорить. Люблю ли я вообще Иисуса? Если я люблю Иисуса Христа, как я мог отречься от Иисуса, очень сильно мучила Петра мысль о том, что он отрёкся от Иисуса. Знаете, все мы такие. Знаете, если бы люди совершили один-два греха, то это не было бы проблемой, но люди совершают множество грехов. А также, когда мы становимся перед людьми, перед Богом, нам становится стыдно тогда, когда у нас есть большой грех, и этот большой грех начинает давить наше сердце нас. Знаете, я долгое время общался с многими заключёнными, которые совершили убийство. Знаете, их тоже мучает совесть, они страдают. И знаете, какая мысль их мучает? Знаете, я не мог смотреть в лицо сына того, кого я убил. Вы представляете, как они осуждают меня? Я не мог смотреть им в лицо. у каждого преступника есть то, что мучает его. Знаете, они пытаются перебороть это. Кто-то говорит просто, о, всё равно я же один раз умру, какая разница, ничего страшного, хотя они так говорят. Знаете, в тюрьме многие заключённые, те, которые совершили убийство, они страдают из-за того, что они чувствуют большую вину перед родственников, тех, которых убили. И страдают из-за греха. Таких людей в тюрьме очень много. Я видел таких людей очень много раз. Симон Пётр, он больше всего мучился из-за мысли, что я оттрёхся от Иисуса. Даже если мне надежит умереть, я не оставлю тебя, сказал Пётр Иисусу. Однако почему же подобное произошло между мной и Иисусом? Почему оно мучает меня? Лучше я не должен был последовать за Иисусом, тогда не случилось бы со мной подобного. Такие мысли переполняли сердце Симона Петра. Однако Иисус Христос, Он разрушает все эти мысли в сердце Петра. Любишь ли ты меня, нежели они? Когда Пётр услышал вопрос Иисуса, Пётр ведь действительно любил Иисуса. Он любил Иисуса. Однако теперь он даже не может сказать, что любит Иисуса. А вдруг я ошибаюсь снова? Иисуса. Симон Пётр говорит, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда Иисус сказал, паси агнцев моих. Паси агнцев моих. сердце Симона Петра была мысль, была совесть, которая мучила его из-за того, что он отрёкся от Иисуса трижды. Однако Иисус же пробуждает в нём сердце, которое любит Иисуса. Любишь ли ты меня? Симон Пётр начинает понимать, да, Иисус, хотя я отрёкся от тебя, однако, да, я плохой ученик, я тебя оставил, я тебя обманул, но я люблю тебя, Господи. Паси агнцев моих. Паси агнцев моих. Иисус трижды сказал эти слова Симона Петру и Иисус когда он умирал на кресте он взял и грех Симона Петра которым он отрёкся от Иисуса и сделал всё чтобы Симон Пётр не имел недостатка для того чтобы трудиться ради Христа А также закон мой вложу в сердцах их и мыслях их вложу их как написано в этом слове также Симона Петру Иисус вложил тот закон который вёл Иисуса на земле когда Иисус исцелял больных то сердце с которым он исцелял одинаковое сердце Иисус вложил Симону Петру а также то драгоценное сердце которое было у Иисуса он дал и моему отцу знаете я когда умер отец мне было 30 лет отец которого я знал и отец которого я видел после спасения он был совсем другим почему потому что в нем я видел отца в котором есть Иисус одинаковое сердце которое вело Иисус на земле одинаковые закон одинаковое сердце Христа теперь находилось а также в моем отце и это сердце которое было у Симона Петра было даровано так же и мне и всем нам которые получили спасение которые веруют в прощение грехов всем братьям сестрам это сердце это сердце дал нам Бог знаете сатана обманывал Симона Петра говоря о том что вот ты же отрехся от Иисуса Христа поэтому тебе не получится и Симон Петр думал да у меня ничего не получится я не могу называть себя учеником Иисуса я рыболов долго долго эти мысли давили Симона Петра однажды когда я был в городе Тэджон так у нас при церкви была одна женщина которая была бесноватой я молился над нею и у нас в молитвовом доме была одна свободная комната поэтому я сказал чтобы она со своей мамой тоже проживала при церкви и чтобы я утром и вечером мог каждый день молиться за нее однажды я вернулся домой и слышу плач и вижу что эта женщина плачет знаете представляете вот женщина 30 чем-то лет она плачет даже когда дети плачут иногда не хочется служить а когда взрослая женщина плачет это ужасно поэтому я сказал пожалуйста успокойтесь не нужно плакать она и продолжает плакать я не мог выдержать и поэтому я вышел из молитвенного дома слава богу прошло два дня и эта женщина и эта женщина освободилась от беса и она стала очень-очень здоровой я тогда у нее спросил скажите пожалуйста почему пару дней назад вы так сильно плакали тогда она сказала пастор знаете какой-то голос был во мне и говорил мне ты не получила спасения поэтому ты попадешь в ад если не получил спасения надо же получить спасение но голос говорит лучше умереть все равно ты не получишь спасения умирай умирай быстрее едет грузовик и голос говорит прыгай под грузовик прыгай 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 так мучил этот голос ее Поэтому она в тот день подумала Этот злой дух будет вести И она скоро погибнет И окажется в аду Поэтому она плакала Однако Когда злой дух ушел И ее сердце стало чистым Она поверила в Иисуса Христа И получила прошение грехов Среди всего, что мы можем сделать Иисус Который был распят на кресте Он не только нас освободил от греха Именно Всех нас, которые получили прощение грехов Он в наших сердцах Он живет И Симон Петр Он Когда поднимался в храм Увидел, как Хромой просит милостыню Раньше он мог максимум бросить монету Однако теперь Иисус Прибывает в сердце Петра Поэтому Иисус Который находится в сердце Симона Петра Он может поднять хромово Он может дать благодать И Петр сказал Взгляни на нас И тогда Хромой посмотрел на них Симон Петр говорит Серебра и золота нет У нас Но то, что имею То даю тебе Именем Иисуса Христа Назарея Встань и ходи Дорогие братья и сестры Скажите Почему мы молимся Во имя Иисуса Христа Каждый раз Когда Иисус Христос Послушает монету Почему мы говорим Во имя Иисуса Христа Иисус Он После того, как спас нас То сердце, которое было у Иисуса Христа Тот закон, по которому жил Иисус Христос Он вложил нам Чтобы мы Могли жить Как Иисус Христос Он все приготовил Что было необходимо для этого Именно поэтому Мы С таким же сердцем Как было у Иисуса Христа Если мы будем жить Тогда наша жизнь Будет само собой Становиться подобна жизни Иисуса Христа Поэтому мы Говорим, что мы Маленькие Иисусы Что наше имя Это Иисус Поэтому Бог говорит Делайте во имя Иисуса Христа Петр Когда исцелил этого хромого Что говорит? Во имя Иисуса Христа Иисуса Христа Назарея Этот человек Смог исцелиться Теперь Мы скверные, грязные, злые, похотливые, лукавые Грешники Однако После того, как Иисус Христос Умер на кресте за нас Он пролил свою кровь И сказал Совершилось И когда Он сказал Совершилось Он очистил весь наш грех И мы получили очищение И после этого Иисус Христос Он вошел в наши сердца Раньше Иисус Иисус И Назарея Как жил на земле Такую же жизнь Бог дал нам Поэтому Такой злой человек Как я Грязный человек Как я Благодаря Иисусу Который находится В моем сердце Может свидетельствовать Слово Которое есть В Библии Может Спасать Те души Которых Хочет спасти Бог Может Исцелять болезни И может Совершать Подобные дела Как Делал Иисус Христос Иисус Христос Живет Теперь В нас Иисус Действовал В Петре Он Находился В моем отце У всех Вас Которые Получили Прощение Грехов Иисус Христос Даже пребывает У Уксупака Который Такой Некрасивый И он Не просто Находится Но действует Не мы Это делаем Иисус Христос Порой Бывает Что к нам Приходят Соблазны Приходят Моменты Когда мы Падаем Бываем Что нам Кажется Что у нас Не получается Ведь Петр Трижды отрехся От Иисуса И он думал Что я уже Не достой Называть Себя Учеником Иисуса Как я могу Сказать Что я Ученик Иисуса Но Иисус Перед тем Как Вознестись Он Специально Пришел Пришел К Петру И Позвал Петра Который Ловил Рыбу И они Вместе Завтракали Затем Говорит Паси Овец Моих Паси Агнцев Моих Сделать То Что я Должен был Делать Я Был Добрым Пастырем Теперь Ты Будешь Делать Дело Доброго Пастыря Вместо Меня Иисус Христос Сделал Так Чтобы Петр Мог Совершать Это Дело И Для Этого Он Свой Дух Своё Сердце И Всё Что Было У Него Он Дал Нам Он Дал Каждому Из Нас Благодать Когда Я Служил В городе Акопто Впервые В моей Жизни Я Передавал Евангелие И Одна Женщина Получила Спасение Сейчас Её Конечно Нет Живых Всю Жизнь Я Наверное Не смогу Её Забыть Это Очень Дорогая И Ценная Сестра В моей Жизни Однажды Знаете Она Хотела По Разным Деревням Продавала Морскую Капосту И Разные Продукты И Получала Не деньги А рис Что-нибудь Свидобное И так Она Занималась Торговлей И Однажды Она Пришла В дом Где Я остановился И Я Вышел К ней Из Библии И Передал Евангелие Впервые В моей Жизни Я Смог Передать Евангелие И Она Получила Прощение Грехов После Этого Мы Не Могли Долго Находиться Вместе Она Целыми Днями Работает Потом Вечером Приходит Слушает Слово И Возвращается Домой А Рано Утром Она Приносит Суп Или Рис Приносила И Рассказывала Как Она Встретила Лису Когда Возвращалась Домой В те Годы Было Много Лисов И разных Животных У нас В Корее И Той Сестре Я Видел Иисуса Христа Святую Прекрасную Иисус Был В ней Через Эту Сестру Я Видел Как Люди Меняются Многие Бесноватые Освобождались От бесов Через Нее Когда Она Передавала Слово Многие Люди Получали Спасение И получали Прощение Грехов Дорогие Братья Сестры Мы Кровью Иисуса Христа Получили Прощение Грехов И То сердце Которое Вела Иисуса Христа Все Мы Получили Поэтому Если Мы Будем Рассматривать Наше Сердце Иисус Христос Пролил Кровь На кресте И Умер За Нас И Через Три Дня Воскрес И Иисус Тот Иисус Который Был На земле Он Находится В наших Сердцах Петру Также Моему Отцу И Всем Нашим Служителям Иисус Христос Дал Своё Сердце У Петра Было Сердце Иисуса Христа Однако Злой Дьявол Сделал Чтобы Симон Петр Не мог Сосредоточиться На сердце Иисуса Христа Чтобы Симон Петр Только Думал О том Что Я Отрех От Иисуса Трижды Поэтому Петр Отчаивался Впечалился И грустил Он Хотя Драгоценный Ученик Иисуса Христа Однако Его сердце Разрывалось Он Мучился И Оказавшись Галилеи Он Ловил Рыбу Стал Таким Человеком Но Иисус Он Пришел К такому Симону Петру Перед тем Как Вознесись Он Обязательно Хотел Сстретиться Симоном Петром И Хотел Показать Что Я Отпростил Твой Грех Я Отчистил Весь Твой Грех Это Не Проблема Вот Копаси Овец Моих Вот Чтобы Сказать Эти Слова Симону Петру Иисус Пришел К Петру И Сказал Любишь ли ты Меня Больше Нежели Они Знаете Как Иисус Спросил У Симона Петра Так же У меня Спрашивает Я Не Могу Не Любить Иисуса Христа Грязного Меня Он Спас От Моего Грехов Тогда Когда Мне Было Тяжело Он Давал Мне Силу Давал Мне Радость Порой Бывает Что Я Не Могу Сидеть Мне Хочется Бежать И Передавать Слово И Это Евангелие Да В моей Жизни Были Многие События Однако Мой Отец Да Он Пришел В миссионерскую Школу Где я Учился И сказал Миссионеру Пастор Вы знаете Мой Сын Оксу Если Ему Дать Работу Он Только Попробует И Потом Сразу Бросает Вот Как будто Только Распробовал Какое Делать Потом Сразу Оставляет А Вот Что Касается Веры В Иисуса Вроде Боже Пора Ему Оставлять Однако Он Продолжает Верить В Иисуса Мне кажется Это Подходит Моему Сыну Поэтому Миссионер Прошу Вас Помогите Моего Сына Чтобы Он Мог Хорошо Верить В Иисуса Знаете Сейчас Я могу Сказать Да Отец После Твоей Смерти До Сих Пор Уже 50 Лет Я Занимаюсь Делами Евангелия И пока Я Не окажусь Царством Небесном Я буду Верить В Иисуса Христа Потому Что Он В моем Сердце Дорогие Братья Сестры Сегодня Я хочу Сказать Вам В 2020 Году Мы Отмечаем Пасху Может быть Среди вас Есть те Как Симон Петр Думает О том Что я Что-то Делал Неправильно Перед Богом Может Кто-то Страдает Из-за Этого Не нужно Страдать Из-за Этого Потому Что Этот Грех Иисус Уже Простил На Кресте Не надо Следовать За этими Мыслями Не нужно Следовать За Сатаной Когда Вы Будете Думать Размышляйте О сердце Иисуса Христа Который Спас Вас Ой Какое Сердце Иисуса Есть Во мне Нет Есть Вам Нужно Найти Поищите Если Вы Получили Прощение Грехов Крови Иисуса Христа Тогда Иисус Христос Он Живет Вас И Он Трудится Вас Сатана Он Спрятал Иисуса Который Есть В вашем Сердце И Делает Чтобы Вы Направили Ваш взор На ваши Недостатки На ваши Слабости И Говорит Вам Какой Ты Будешь Жить Ради Бога Лови Лучше Рыбу Ты Недостоин Ты Рыболов Иди Ловить Рыбу Ты Отрекся Иисуса Так Долго Долго Мучил Петра Этот Дьявол Симон Петр Он Представляете Когда вышел Словил Ловить Рыбу Как ему Было Тяжело Вы Представляете Как ему Было Грустно Вспоминая Вспоминая То время Которое Он Провел С Иисусом Ведь Это Было Прекрасное Время Его Жизни Но Иисус Который Воскрес Он Пришел К Симону Петру И Снова Поставил Его Учеником Иисуса Христа Вложил В него Мысли Иисуса Христа Чтобы Петр Он Не жил Тем Сердцем Что Он Отрекся От Иисуса А Чтобы Он Жил Сердцем Иисуса Христа Который Воскрес Так Изменил Петра Иисус Аминь Аллилуйя Теперь Петр Он Не мучился Из-за того Что он Отрекся От Иисуса Да Он Отрекся Это Правда Он Делал Неправильно Однако И этот Грех Иисус Спросил На Кресте Во мне Есть Иисус Христос Теперь Не Тима Ведет Его А Я буду Рассказывать О сердце Иисуса Нигде В сердце Симона Петра Уже Не было Той мысли О том Что он Отрекся От Иисуса Христа Где бы мы Не смотрели У Петра Был Иисус Христос У меня Не было Такого Сердца Но Когда я Увидел Хромова Жалко Его Нужно Его Поднять Ведь Иисус Может Поднять Иисус Ведь Во мне Он Говорит Взгляни На нас Посмотри На нас И этот Хромой Препострально Начал Посмотреть И Петр Говорит Серебра И золота Нет у меня Что имеют То дают Тебе Да Иисус Говорит Во мне Есть Иисус Христос И Во имя Иисуса Христа Я говорю Встань И ходи Дорогие Братья Сестры Вы Являетесь Маленькими Иисусами Поэтому Иисус Сказал Чтобы мы Поставили себе Беджик Где написано Иисус Если спросят Кто ты Мы будем Говорить Во имя Иисуса Христа Сделай Потому что Он дал нам Своё сердце Каждому Из нас Аминь Аллилуйя Теперь Мы живем Во имя Иисуса Христа Назария Всю Силу Которую Иисус Христос Проявил На земле Он сделал Чтобы и мы Могли Проявить Он Сказал Что вложу Законы Мои В сердца Их мысли Я их Напишу Их И тот Закон По которому Жил Иисус Христос Те мысли Которые Были У Иисуса Христа Он нам Дал Каждому Вложил И оно Теперь Ведет Сегодня Нас Мы Поэтому Не имеем Недостатков Не имеем Недостатков Чтобы жить С Иисуса Иисус Христос Назарея Мы Теперь Стали Те Которые Живут Вместе С Иисусом Христом Наша Внешность Может быть Это Оксупак Однако Внутри Жи Это Иисус Христос Скажите Аминь Скажите Аминь Теперь Давайте Не будем Сидывать За нашими Мыслями Давайте Сотрем Все Наши Мысли И Тем Сердцем Которое Иисус Христос Дал Нам Давайте Мы Как и Петр Будем Пробовать Тогда Иисус Будет Действовать Недавно Недавно Из Кензас Сити Одна Сестра Позвонила Мне И Она Радовалась И Последнее Время Мы Через Интернет Общаемся И Она Свидетельствовала Как Бог Действовал Кензас Сити Знаете Ее Старший Брат Он Миссионер В Индии В городе Ориса И Он Не Поехал Лично В США Но Через Программу Зум Передавал Слово Братьям Сестрам Кензас Сити И Она Была Вдохновена Богом И Где-то Полчаса Она Рассказывала То Что Бог Делал В ее Жизни На самом деле Я Был Немножко Занят В тот День Но Я Не Мог Остановить Ее Она Так Радовалась Я Видел Ее Радость Эта Сестра Она Была Учительницей Школы В Кензас Сити Но Из-за Болезни Рак Она Умирала Ее И Перед тем Как поехать Она Сказала Мне Что Едет Туда И Поэтому Мы По телефон Общались С этой сестрой Сестра Которая Умирала Иисус Христос Сказал Я Рассказывал Ей Что Иисус Христос Живет В ней Я Сказал Чтобы Она Смотрела На Иисуса Однажды Знаете Она Стала Чувствовать Себя Лучше А потом Ей Стало Плохо Я Спрашиваю Что Тогда Спрашиваю Почему Вы Не Можете Есть Она Говорит После Лечения От Рака Мне Плохо Поэтому У меня Нет Аппетита Я Сказал А знаете Самое Хорошее Это Чтобы В Организме Было Питательное Вещество И Надо Есть Чтобы Выздороветь Порой Даже Гулькой Нужно Есть Специально Чтобы Выздороветь Знаете Что Удивительно Эта Сестра Всегда Делала Так Как Я И говорю Она В раз В местах Дома Положила Еду И Где бы Она Находилась Она Пробовала Есть И Она Начала Поправляться Сейчас Она Стала Очень Здоровой И Продолжает Трудиться Перед Богом В этот Раз Через Программу Zoom Мы С ней Общались Она Так Радовалась Рассказывала Как Она Слушала Слова Миссионера Из Индии Да Конечно Она Лично Не Поехала Через Интернет Она Могла Слушать Слово Слушать Свидетельство И Мне Казалось Что Это Очень Ценная Сестра Любой Человек Любого Человека Если Находится Во Христе Иисусе То Этот Человек Становится Новой Тварью Прежнее Прошло Теперь Все Новое Симон Петр Ты Был Рыболова Но Все Прежнее Прошло Теперь Ты Апостол Господа Бога Ты Ученик Иисуса В Каннамской Церкви Пресвектор Хуан Ты Ученик Иисуса Ты Не Прежний Пресвектор Памунтек Ты Тоже Ученик Иисуса Так Господь Говорит Нам Сегодня Многие Люди Обмануты Сатаной И И Поэтому Живут Прежней Жизнью Но 2020 Году Спасхи Я желаю Чтобы каждый Из вас Жил Иисусом Христом Как Симон Петр Я желаю Я желаю Чтобы через вас Я являлся Иисус Христос И То Что Иисус Совершал Я желаю Чтобы вы Тоже Могли Испытать Свои Жизни И Давайте Мы Вместе Встретимся В Царстве Небесном С Господом Богом В 2020 Году Мы Отмечаем Пасху Знаете Господь Бог дал Горящее Сердце Мне Сегодня Из-за Коронавируса Братья и сестры Не могут Вживую Встретиться Поэтому Мы Общаемся Через Видео Однако же С утра До вечера Я могу Передавать Слово Мы Можем Общаться Можем Молиться За это Я был Благодарен Господу Богу Мы Являемся Маленькими Иисусами Теперь Бог Сделал Чтобы Вы Могли Жить Так же Как Иисус Христос Он дал Вам Он Я желаю Чтобы Вы Открыли Голоса К Иисус Иисус Христос Который Воскрес Иисус Который Действовал У Симона Петра Также У нас Хочет Действовать Я желаю Чтобы Вы С большой Силой Свидетельствовали Об Иисусе Христе Чтобы Вы Стали Такими Драгоценными Людьми Аллилуйя Давайте Все Вместе Мы Будем Славить Иисуса Христа Скажем Спасибо Иисус В ваших Сердцах Был Иисус Который Воскрес Чтобы Он Прибыл В ваших Сердцах Чтобы Он Был В ваших Мыслях Чтобы Другие Мысли Не могли Вас Вести Чтобы Сердце Иисуса Христа Могло Вести Вас Хорошие Мысли Плохие Мысли Ваши Все Оставьте Ваше И пусть Мысли Об Иисусе Христе Заполнят Ваши Мысли И чтобы Вы Стали Маленькими Иисусами Спасибо Вам Всем Еще Раз Я Славлю Иисуса Христа Который Воскрес И Я Благодарю Его Всю Славу Мы Возносим Иисусу Христу Аллилуйя Спасибо